так пока люди подтягиваются я вам представлю спикера вы вы наверно ни разу в жизни не знаете не слышали и не видели роман козлов заслуженный микротиковод или микротиковед 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 да всея руси тренер по курсам спикер в подкасте link me up я даже не знаю что и с автор курса сети для самых маленьких в линукс еще роман жги да буду сжечь сжечь микротик и так но у нас сегодня тема разговор обзор всех цв и я на микротик за последние шесть лет почему за шесть лет ну во первых давайте подумаем ну ладно я представлюсь хотя наверное кто меня знает ну ладно спасибо я не я не буду у меня тут слайд кажется немножко это поехал потому что у меня там должно было быть написано x тренер ну потому что сейчас в россии тренеров нету поэтому x вот давайте так кто ломал микротики используя какие-нибудь уязвимости о есть какое-то кто ломает микротики постоянно я вообще у меня прям эта тема я когда прихожу на аудиты в компании и окей микротик не сломанный но он потенциально уязвимый и через уязвимости я его обязательно ломаю вот потом пароли отдаю админом говорю ребят вот ваши пароли спасибо вот то есть действует отлично вот по факту но мы об этом сегодня и поговорим о чем я расскажу в своем докладе ну сейчас я поговорю о чем-то не совсем характерным для меня потому что я шагнул в сторону безопасников и в их вотчину по сути вот то что для сетевиков для сис админов не совсем характерно местами я скорее всего буду плавать потому что я не супер эксперт касательно безопасности вообще в целом но попробуем разобраться я расскажу помимо вводного слова естественно ну сразу с мякотки с критических цв е которые были прям вот самых что ни на есть потому что ну боюсь что концу доклада если я начну рассказывать наоборот это у нас тоже был спор внутри команды вы все заскучаете типа блин насколько можно опять там уязвимость там snmp smb да боже мой черт бы с ней давай мякотку вот поэтому сначала мякотка а потом посмотрим большую часть слайдов я скорее всего пролистаю потому что ну как оказалось у микротека есть порядка 65 уязвимостей за это время и про все их сейчас я просто физически не успею переговорить если даже буду очень быстро говорить я надеюсь все меня понимают вот поэтому большую часть слайдов я пролистаю в конце будет qr-код откуда вы сможете скачать эту презентацию со слайдами со всеми историями в том числе с xl кай на который я работал xl к была собрана с определенных сайтов хранения уязвимости обработано питоном руками и так далее по факту я занимался работой безопасника по приоритизации уязвимостей то чем безопасники очень часто занимаются что это такое это грубо говоря оценка той уязвимости которую сделал ну на основании каких-то характеристик открытый источник и как эту уязвимость можно привединить к своей инфраструктуре но ладно общий момент расскажу мы в конечном итоге сделаем какие-то выводы первый момент все считают что микротек дырявый кто так считает все кто-то там это все считают дырявый хорошо сейчас будем разбираться вот ну окей что такое цве какую базу использовать для поиска уязвимостей и почему в целом микротек но для начала о чем я буду говорить я буду говорить прежде всего об операционной системе роутро с она самая популярная на микротеке потому что у нас есть еще и вторая операционная система помните ее свечу с про мертвых либо не как либо не чокай все понятно вот про них говорить вообще не будем вот они на заработает до штука это может быть установлено x86 и написи совместимые рабочие станции что еще можно сказать ну во первых сейчас версии у нас какие шестерка семерка мы находимся в прекрасное время обновления лет десять назад когда мы находились в том же самом моменте 10 лет назад между пятеркой и шестеркой все также говорили какая шестерка багованная не будем обновляться да как же это можно все переделали также и сейчас вот ну где-то версии через пять все туда поедем все будем на семерке вот что касается ну можно доклад заканчивать на данный момент в современных версиях нет cv-шек все все встали вышли пока идите слушать интересные доклады вот на обоих версиях сейчас все хорошо где чего я брал ну во первых у нас есть прекрасный чинжлок производителя нет непрекрасный он ужасно и они не опубликуется в ешке его нельзя посмотреть сразу всем скопом то есть вы не можете взять весь чинжлок всех версий нет такого там есть кнопка покажи но она не работает вот поэтому я местами использовал а он там гитха бла 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 какой-то чертичей ноу-нейм гитхаб в котором добрый человек все чинжлоки положил в текст эшечку спасибо ему за это большое потому что я сам уже хотел распаршивать сайт и ковряться второй момент к сожалению в чинжлоке не все то есть иногда там просто сказано поправлена стабильность чего-то все хорошо все нормально работаем пляшем дальше есть естественно общедоступные базы уязвимостей самое главное из них это вот это вот первый метр про нее можно сказать что это было основоположником этих самых баз уязвимостей оттуда все все берут но нет берут но не до конца потому что есть еще какое-то количество открытых ресурсов в том числе и не 100 америкосовский ну и дмитра тоже америкосовская там даже есть у нас наш прекрасный фстк наш русский регулятор который тоже ведет базу уязвимостей вот местами в принципе все пересекается но есть нюансы потому что куда-то что-то попадает куда-то что-то не попадает а еще есть нюансы тот человек который заполняет эту базу это человек есть люди которые это проверяют они тоже человеки поэтому они иногда ошибаются иногда у них есть нюансы но об этом поговорим дальше ну про бесплатный инструмент я расскажу в самом конце это то что можно использовать для обнаружения уязвимостей на микротике дальше ну что вообще такое цв ешки цв ешки это некая база угроз которая содержит ну прежде всего номер этой самой цв ешки который официальный присваивается в гугле мы его можем спокойненько набрать у него цв е тире год тире какой-то порядковый номер причем порядковые номера они не относятся к вендору они могут быть и ну то есть соседняя уязвимость может относиться совершенно к чему-то иному просто ну грубка 1 2 3 4 там 1145 и так далее некий справочный ключ description дальше есть еще такая классная вещь как стандарт оценки уязвимостей когда-то давным-давно собрались там лет двадцать назад там 99 тире начал двухтысячных годов собрались инженеры и решили что нужно ввести некий стандарт по которому мы будем оценивать уязвимости по этой циферке мы все скажем это прям офигеть какая уязвимость а это нет это вообще не проблема к сожалению стандарты есть но информация который на основании которой эту цифру присваивает она немножко от человека который заполнял цв ешку поэтому есть вероятность что ну точнее не то чтобы есть вероятность так обстоят дела что иногда эти цифры не соответствует реальности как в сторону увеличения то есть это супер критичная уязвимость ты начинаешь разбираться оказывается эксплуатации и в принципе нереально ну то есть ты должен там так там я не знаю принести козла в жертву под луной до 12 часов ночи тогда что-то произойдет но нет а иногда бывает в обратную сторону уязвимость совершенно не критичная у нее уровень там 65 ты смотришь нам кошмар вот это касается в принципе всей индустрии в целом не только микротика я говорю вообще то есть безопасники они в целом тоже как и мы страдают они постоянно ковыряются в этих базах пытаются сделать какую-то собственную приоритизацию этих самых уязвимостей для того чтобы их применять к своей инфраструктуре здесь конечно можно сказать классную вещь да зачем их прийти запачимся и все ну есть уязвимость запачились не ст уязвимости все ли мы можем запачиться всегда вот скажите кто может прям вот сегодня не глядя все свои роутеры обновить до последней ну допустим хотя бы шестерки мой сотрудник поднимает руку не надо пожалуйста не надо вот не надо обновляться до последней версии сегодня вот на то есть в целом понятное дело что да надо проводить субботники по обновлению надо это все дело решать но конечно же мы все работаем в реальном мире и в реальном мире не всегда это получается вот ну насчет cvs во-первых у нас наивысший балл десятка у микротика 98 по вот этих попугаев неких ну и собственно по нему можно хотя бы плюс-минус оценивать уязвимость дальше ну что у нас тут есть у нас есть еще это уже нюансы пошли cvs20 и cvs30 двушечка она была как бы это сказать более размытая у нее всего три градации типа низкая средняя высокая у трешки у нее градация немножко стала по скажем так атомар ней и можно на основании нее работать в принципе сейчас в основном все используют трешку и где в этом софте начинаете что-нибудь сканировать очень часто используется как раз таки это самая трешка это уже эксплуатация уязвимостей угадайте какого вендора ну того самого про которого в данный момент мы и говорим то есть как вы видите ну в принципе все нормально микротик в россии не продается его нету и уязвимости в россии естественно не используются вот в основном используются в америке в бразилии и так далее про этом мы и поговорим дальше есть но такая общая инфографика с открытых источников то есть количество уязвимостей согласно этому сайту там один из списка это на данный момент 64 штуки самого микротика несколько штук винбокса микротик роутероса и есть еще там странные записи типа микротик роутер микротик роутероса это все считается типа разное а вот хотя вроде как одно что еще официальные фиксы 34 но это не так их на самом деле больше не пофикшена там штук 5 и по факту эксплуатация тех не пофикшенных уязвимостей достаточно затруднена то есть надо очень сильно постараться чтобы хоть как-то что-то повлиять вот ну и дальше соответственно время когда были обнаружены цвешки то есть у нас наибольшая активность двадцать первом году подозреваю связано это было с тем что кто-то смог джилбрейкнуть микротик пролезть внутрь и там хорошо поковыряться там был один человек который заполнял цвешки и он прям постарался я прям как как не зайду на сайт думаю о почерк знакомый прям опять аутентифицированный пользователь может что-то там сделать мы блин класс окей что под капотом микротик но микротик это не совсем на как бы это сказать стандартный open source ный линукс у нас от open source ного линукса по сути осталось ядро в начале у нас есть мелковато загрузчик микротик микротик лодер то есть это то что на железе у нас есть тоже что загружает линукс ядра модуль ядра дальше у нас есть сам микротик лодер который загружает уже различные бинарники которые отвечают за те или иные службы все взаимодействие между службами идет через лодер он по сути является внутренним аппи который на себя принимает различные команды уязвимости очень часто ищут именно вот в этих бинарниках или в меж их взаимодействие то есть люди которые смогли пролезть в работающий микротик они как раз таки и пытаются понять как устроена внутренняя логика для того чтобы на основании этого понимания уже как-то влиять на работу устройства ну начнем critical cvm четыре штуки с восемнадцатого года то есть последние 22 года думается вот совсем недавно надо пачиться бежать если мы посмотрим внимательно на все эти уязвимости есть нюансы во-первых столбец с эксплойтом у меня есть столбец там подписано бог и эксплойт но эксплойт это уже программа в открытом доступе с помощью которой мы можем что-то сделать бог это proof of concept по сути кто-то описал как что-то сделать вот если мы говорим о каких-то скажем так людях которые могут написать тот или иной эксплойт они на основании этого пока могут что-то сделать вот но для нас простых смертных и для как говорится общедоступных задач у нас эксплойт как говорится недоступен стоимость эксплойта у меня была там на предыдущем слайде доходит от тысячи евро до там пяти десяти в основном колеблется тысячи полтора евро если у вас есть задача кого-то там поломать на основании той или иной версии то есть это вот тоже общедоступная база которая собирается тоже черти как через открытые источники и darknet открытые источники в darknete мне нравится так окей на первая уязвимость на которую нету никакого эксплойта на которой есть просто пруф-концепт эту уязвимость снмп и здесь интересно вообще какого черта вот я ее здесь оставил специально для примера того что происходит в этих базах какого черта она вообще сюда попала если вы внимательно посмотрите то там очень прикольно написано аутентифицированный пользователь может добиться выполнение года вам не кажется что аутентифицированный пользователь может выполнять код и так он чаще всего является администратором системы да окей иногда бывают ситуации когда вы даете младшему инженеру техподдержки доступ нам до каких-то ограниченных функций но у него и так эти функции есть если он поломает ему все равно его найдем блин и дадим ему ну сами знаете куда вот поэтому вот я специально оставил этот пример именно для того чтобы по не вы понимали что творится в этих базах сколько там у нас уровень девять девять и восемь чуть ли не максималка которую набрал микротик все новостные агентства у меня бедная моя личка как только выходит любая уязвимость мне сразу в личку прилетает человек десять который роман что делать вот игру блин ну вы читали там же аутентифицированный пользователь ну еще вот посмотрите что там это есть exploit нету ладно вот поэтому я это здесь специально оставил для примера чисто вот поржать следующая тоже прикольная офигенно прикольная из контейнера во-первых роутерос 7 научился в докер контейнеры ууууууу победа вот так вот из контейнера можно примонтировать символические ссылки которые указывают на подкапотную операционную систему окей страшно думается мы влезли в контейнер но это можно сделать только на версии 7.4 бета 4 У кого-нибудь хоть у одного есть где-нибудь 7.4, бета-4. И кто-нибудь в тот момент докера-то использовал вообще, когда вышла бета, это первая бета, ну или там вторая, третья, на которой были контейнеры. В бете 5 уже нету. Рейтинг уязвимости 9.8. Безобразие. То есть в этом плане вообще просто эксплойтов нету. Ну потенциально да, здесь есть. То есть какой делаем вывод? Не использовать бету 7.4, бета-4. Окей, да, и докер тоже не использовать. Вот это уже интересней. Это то, что было в 2018 году. Вообще поднимите руку, кто пострадал в 2018 году от уязвимостей на микротике. Вообще были ли такие, ну что, два человека, ну там у нас… Вот. То есть на самом деле уязвимости были очень серьезные. Уязвимости были много где. То есть у нас, по сути, вот, например, была первая уязвимость, ну там она еще в начале года, из прошлого года, то, что осталось за скобками, там условно в 2017 году, там была уязвимость в веб-интерфейсе. После этого пошли уязвимости сначала в службе SMB, потом в службе Winbox, и в основном все пострадали от чего? От Winbox. Начнем мы с маленького, с SMB. По сути, через SMB можно было, ну, выполнить код в системе. То есть выполнение кода в системе – это одна из самых страшных вещей, через которую мы уже можем что-то конкретно сделать. Вот. Фиксы были, эксплойт есть, но и это не так страшно было. Рейтинг уязвимости, помните? 9.2, по-моему. Хотя вот у предыдущего 9.8. Вот. Эта уязвимость в основном прошла для всех незаметно. По-простому, что SMB редко у кого был выставлен наружу. Это надо было постараться. А еще вопрос, а все ли используют SMB на микротике? Вот в руле с рук я прям гляжу. Вот. Зачем? Дома. Мне еще нравится другой вопрос. А все ли знают, что в микротике есть SMB? Это тоже такой традиционный вопрос. К счастью, оно по умолчанию не включено. И поэтому эксплуатация данной уязвимости, ну, она прошла мимо всех. Вот что не прошло мимо всех, так это вот это. Это чтение файлов из-за обхода в каталоге Winbox. То есть через Winbox можно было неаутентифицированному пользователю прочитать в системе любой файл под капотом. Внутри системы валяются файлики, в том числе прекрасный файлик user.dat. В этом прекрасном файлике содержались пользователи, их пароли. И на тот момент времени микротик всех уверял, ну, компания микротик, что к этим паролям никак получить доступ невозможно, кроме как через монтирование отдельного файлика. И пароли, естественно, были не посоленные, не похешированные, они были прям плейнтекстовые. Вот. И это была самая крутая уязвимость, которая есть на микротеке. Я по-прежнему ее использую, эксплуатирую на аудитах, потому что народ с тех пор, ну, вот как бы прошло уже сколько лет? Сколько? Пять? Пять лет прошло, до сих пор не обновились. Периодически я прихожу в компании, вижу эту версию и такой, о, спасибо за пароли. Вот. Беру пароли, дальше эти пароли, естественно, подходят ко всему, что есть в компании. Спасибо большое, мне очень удобно. Вот. Поэтому, если кто-то хочет отдать свои пароли Роману, то не обновляйтесь выше 6.40.8, ну и там остальных версий. Вот. На деле же, после, багфикс был выпущен в апреле. Первый эксплойт, если посмотреть на его дату, ну, просто-напросто у меня на этот момент сильно подгорело. Мы в апреле все запатчили, еще до момента эксплойтов, и у нас нигде не было выставленных наружу винбоксов. Мы, в принципе, были, ну, не под серьезной угрозой. Но первый эксплойт, если посмотреть на дату публикации, он появился в августе. Серьезные взломы пошли где-то с сентября 2018 года. По-прежнему они продолжаются. По-прежнему находятся вот эти самые уязвимые роутеры, ну, точнее, скажем так, эти роутеры, ну, их там используют, они уже, может быть, и пропатчены, но там есть бэкдоры и так далее. То есть народ оставляет там что-то. В принципе, атака на Яндекс в каком-то там, в 21-м году, она была отчасти отсюда. Это вот самая главная вещь, которую точно надо зафиксить всем. Вот. Ладно, все, хватит пугать вас. Уже прошло много версий. Ну, а теперь поехали, что там у нас на высоких CVE-шек. CVE-шек высоких больше, как ни странно. И если присмотреться, эксплойтов-то у нас не так много. Вот. Если присмотреться еще, что у нас там есть? У нас там есть выполнение кода в системе. Ну, то есть надо смотреть на наличие эксплойта и что происходит. Есть еще падение процесса, ну, то есть крэш-процесс. То есть мы сломаем какой-то процесс. И есть еще что у нас там? Сканирование сети, reboot system, jawbreak. Вот, в принципе, наборчик всего, что у нас есть. Что самое неприятное из этого? Я бы сказал бы, что вот выполнение кода в системе – это самое неприятное. Через выполнение кода в системе мы можем, в принципе, залить себе пользователя, открыть нужные порты и так далее. То есть мы фактически можем получить доступ к нашему девайсу. Вопрос, почему он в хае, а не в критик или… Ну, ладно. 2018 год. Опять же, в данном случае я не буду читать все CVE-шки, которые есть. Я только расскажу о тех, на которые есть эксплойты, общедоступные. Потому что там перечитывать все, что там есть, как бы, ну, заскучаем, все уйдут. Зачем? Вот, по сути, CVE-шка 2018 года, мы можем отправить пакет 1-байт на 97-й протокол IPIP и перезагрузить девайс. Но есть нюанс, почему оно здесь, почему оно не там. Для того, чтобы это сработало, нужен хоть один работающий туннель в IPv6 на этом протоколе. Лечится очень просто. Ну, во-первых, обновлением. Во-вторых, можно прикончить фаерволом все пакеты на 97-й протокол с маленьким размером. Все, починили. Вот. Ну, по сути, из-за этого оно и high, а не critical. Окей, следующее. Вот это уже интересная штука. То есть мы можем, если у нас открыт винбокс для всего интернета, через него проксировать TCP, UDP-запросы. Я постараюсь. Вот, меня тут Алексей просит, я сейчас буду в очень быстро говорить. И тем самым просканировать нашу локалку. Вот это уже неприятно. Мы не можем получить доступ, но можем сделать развединформацию. Именно из-за этого high, но в целом достаточно неприятная вещь. Дальше мы можем рубануть SMB-службу. Вот тоже. То есть мы можем перезагрузить SMB. Ну, повторяем вопрос, у кого SMB, зачем SMB и так далее. Забыли про SMB. Вот. И последняя, вот это. Это последних две. Крэш-службы веб-интерфейса. Если веб-интерфейс запущен, можно специально сформированным пакетом, на который существует прям exploit, его ребутнуть. Ничего не произойдет, просто ребутается веб-интерфейс. То есть роутер не перезагружается, ничего не происходит. Вот. Мне раз 20 написали про эту уязвимость в личку. Дальше вот эта штука, классная штука на самом деле, которая для исследователей, микротика и вообще людей, которые интересуются, им очень офигенно. Вы можете получить джелбрейк работающей системы. То есть попасть под капот и посмотреть, что там происходит в Линуксе. Причем там вот этот разработчик, гитхаб которого представлен, он представил инструментарий, который может прям полностью вам это все позволить, в том числе посмотреть внутреннее взаимодействие между бинарниками. Очень классно, очень круто. Ну, в чем нюанс? Нужны административные привилегии, то есть это вы фактически со своим роутером можете совершить. А второй нюанс работает только на x86. Потенциально, наверное, какой-то серьезный человек может собрать под другие архитектуры, но пока в общем доступе ничего такого нет. Вот, про эту уязвимость мне было тоже много сообщений, но в целом как бы все. Все остальное не содержит никаких эксплойтов, и я сейчас прощелкиваю, потому что доклад очень большой. Вот, а меня Алексей уже подгоняет. Вините, Алексея, вот, если что. Да-да-да, показывайте на Алексея пальцем. Ну, Ром, я полагаю, что если тебя не остановить, то ты можешь... Не-не-не, подожди еще, минут 10 и я закончу. Я прям себе поставил прям четенько, честно, честно. Так, медиум уязвимости, на самом деле здесь ничего такого прям суперинтересного нету. Там, NetWatch падает и так далее, почитаете потом доклад. На самом деле я бы хотел перейти к последнему абзацу своего доклада и закончить уже с этим. Вот, Алексей, вот, спасибо ему. Но нет, просто кто-то делает очень большие доклады. Как с этим жить вообще в целом? Ну, во-первых, я выписал сразу списочек всего того, что содержит эксплойта. То есть вот у нас количество эксплойтов, даты и фактически из всех этих дат у нас есть один, там, парочку уязвимостей 23-го года. Они были зафикшены недавно, но это уязвимость один с джалбрейком на x86 для самих себя, второй краш-процесс веб-интерфейса. Вот, в целом все остальное хорошо. Вот, дальше, если мы говорим про уязвимые службы, у нас самое главное, на что все всегда охотятся, и это стоит понимать, это очень важно. Это винбокс, это веб-интерфейс, с SSH там уязвимости я не нашел, то есть в основном с ними ничего не происходит. ФТП и прочие службы самого микротика. Поэтому, какой мы делаем вывод? Не выставлять наружу никакие службы управления микротика, все очень просто. То есть обычная сетевая гигиена нас как минимум от этого спасает. Вот, дальше понимать надо, что мы получаем в результате всех этих дел. То есть у нас две уязвимости по выполнению кода, одна уязвимость чтения файла внутреннего, все остальное, но там reboot system еще очень неприятная вещь. И, ну, jailbreak, это сам скорее советую, всем советую. Jailbreak, микротики, посмотреть, что под капотом происходит, очень интересно. Очень советую. Вот, там интерфейс, все классно. Вот, чем искать? Есть прекрасный сканер уязвимости Greenbone. Он бесплатный, open-source. У него есть нюанс, он не ищет уязвимости в коммерческих продуктах. Микротик вроде как коммерческий, но он ищет в нем уязвимости. Поэтому советую использовать, можно прям тупо натравливаете на ваш парк микротиков, и вам прям выдается списочком, какие, где надо запачить. Очень классно, Linux тоже ищет, Windows уже нет, потому что у этих коллег, у этих немцев, у них есть коммерческий продукт для Windows. Вот, поэтому там все за деньги. Вот, дальше, что общие рекомендации? Ну, во-первых, списки доверенных адресов. То есть делаем списки доверенных адресов для менеджмента или не выставляем вовсе. Доступ через VPN, окей, через порт ног, через менеджмент сегмент. Что делать по, как узнать уязвимости? Ну, во-первых, рассылки от вендора. Подпишитесь на всех вендоров, которых вы используете, и, ну, грубо говоря, ждите письма. Там обычно они всегда пишут, ребят, мы накосячили, да. О-о-о, вот прям, вы слышали? Вот так примерно и приходит письмо. Ты такой смотришь, боже мой, мне все пачить. Вот, потом дальше. Подпишитесь на любые новостные источники по теме. То есть это могут быть какие-нибудь блогеры, это могут быть какие-нибудь там безопасники. Они очень много интересного всегда публикуют. Я очень советую вообще в тележке что-то такое найти для себя. Вот, ну, естественно, периодически обновляйте свою инфраструктуру. К сожалению, мы живем в таком мире, что когда найдут уязвимость, нам надо быть к этому готовым. Вот, ну и понятное дело, периодически проводите сканирование. Не использовать, уже пошел я совсем этот, простые пароли. Меняйте дефолтные пароли, потому что, вот, например, огромное количество проблем было связано с тем, что админ пусто у микротика. Мойте руки перед едой. Да, мойте руки перед едой. Кстати, админ пусто больше не используется в микротике. С новых версий на коробочке пароль и пользователь. Причем он уникальный. Да. Вот, используйте доп-фактор защиты и так далее. Где что? Вот. Фидбэк на мой доклад и презентация, и XML, и Excel файлик со всеми уязвимостями. Там вы их можете посмотреть, потыкать, сходить на гитхабчики, почитать. Советую Джилбрейк. Классный. Вообще прям очень хороший. Спасибо, Роме. Спасибо человеку, который может часами говорить про микротики. Уже баги в презентации нашли. Да. Все, 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 да, это самое, сканируйте QR-код, отправляйте отзывы, нам будет в любом случае приятно их читать. Роме мы их всех передадим, только сначала нецензурные слова вырежем. Да, все вопросы, пожалуйста, в кулуары. Я затянул. Все, всем пока. Да, буквально, буквально, да, буквально пять минут на проведете аудиторию, и мы начнем наш завершающий доклад сегодняшнего дня.